По рельсам ходить запрещено. Это правило с детства твердят детям, родители и учителя. Однако, несмотря на все запреты старших и старания уберечь своих малышей от беды, юных нарушителей на железной дороге хватает. За текущий период года, 2011 год, начиная с января по август месяц, у нас выявлено и доставлено 176 подростков. То есть, за административные правонарушения и те лица, которые находились вблизи железнодорожного полотна. В основном нарушителям от 11 до 15 лест. Подростки накладывают на рельсы различные предметы – вилки, монеты, гвозди. Камнями обкидывают грузовые и пассажирские поезда. Бьют линзы светофоров, запрыгивают на подножки вагонов. Все эти шалости опасные. Они создают реальную угрозу безопасности движения поездов. Но что еще хуже, от этих, кажется, подросткам невинных игр погибают и остаются инвалидами сами зачинщики. Один из подростков забрался на крышу вагона, попал в электрическое поле, в контактной сети. Был смертельно травмированный. По мнению Виталия Тихомирова, нарушения происходят не только по вине подростков, но и по вине родителей. Зачастую мамы и папы не знают, где находятся и чем занимаются их дети. Нет контроля, а значит, ребенок волен делать, что захочет. Чтобы сократить трагические случаи и мелкие происшествия на железной дороге, сотрудники линейной полиции проводят профилактические работы с подростками и их родителями.